Стекло-омывающая жидкость для автомобилей. Или, как говорят в народе, не замерзайка, а мывайка. Хит продажу в зимнее время. Купить ее легко даже в пути. На выезде из Барнаула, к примеру, придорожные бизнесмены сейчас через каждые 500 метров. Хорошая у вас вообще мывайка? Мы спиртометром мерили, она до минус 24 примерно. И придорожный бизнес, судя по всему, тоже идет неплохо. Машины останавливаются одна за одной, трехлитровые тары с голубой жидкостью расходятся быстро. Цена не кусается, 150-200 рублей за бутыль, а качество, уверяют продавцы, на высоте. Не переживайте, вы нормально, если будет. Ну хорошо, спасибо. В специализированных автоцентрах спрос на омывайку сейчас тоже вырос. Но водители отмечают, магазинная дороже и, в отличие от придорожной, имеет резкий неприятный запах. Пользуетесь омывайкой? Конечно, пользуюсь. Какая качественная? Та, которая в магазинах или та, которая у обочин? Пользуюсь и теми, и теми. Ну, где-то есть разница. Бывает, знаете, бывает в магазине купишь и не очень-то она качественная. Бывает качественнее на обочине. Это правда. А в чем это выражается? А в работоспособности она не замерзает. Вот. Хорошо очищает от грязи. На состав внимания обращаете? Нет. Нет. А что больше волнует? Чтоб не замерзало и не пахло. Не пахнет, не замерзает даже в минус 30. Такую эффективность придорожному стеклоомывателю обеспечивает метиловый спирт. Магазинные омывайки производят на основе изопропилового. Его запах зачастую маскируют различными отдушками. На основе какого спирта? Она вся метаноловая идет. Вся абсолютно. Либо там фракция. Когда фракцию гонят, самогонкой тогда воняет. Вот в магазине можно такую вонючую и вонючую. Однако изопропиловый спирт, он очень вонючий. Это вот то, что на заправках продают, как-то сильно пахнущее. Жидкость у них эффективная в плане не замерзания, скажем так. Но, к сожалению, данный спирт небезопасен и запрещен в Российской Федерации. Использовать метанол в средствах по уходу за транспортом, а также продавать такие, запрещено с 2000 года. Причина – массовое отравление метиловым спиртом. Последний трагичный случай, рассказывают в Алтайском управлении Роспотребнадзора, произошел недавно. В ноябре этого года в Тюменской области от алкоголя с подмешанным метанолом погибли сразу 28 человек. Добавлять опасный яд не брезгуют и многие производители стеклоомывайки. Так, по данным надзорного ведомства, метанол обнаружен в незамерзайке 11 торговых марок. Данные стеклоомывающей жидкости были выявлены в рамках проведенных внеплановых выездных проверок управлением Роспотребнадзора с привлечением аккредитованной лаборатории по случаям отравлений граждан, по поступившим обращениям граждан, а также по информации, поступившей из других регионов Российской Федерации. Специалисты предостерегают от покупок автохимии на основе метилового спирта. Но многие автоэксперты считают, опасность добавления метанола в незамерзайку преувеличена. Да, при употреблении внутрь такой жидкости высок риск смерти. Но стоит ли бояться метаноловую омывайку, если применять ее исключительно по назначению? Могут ли отравиться парами жидкости водитель и пассажиры? Этот вопрос мы задали ученому-медику. Это же остается на стекле потом, и водитель, и пассажиры могут длительное время вдыхать, получая этим эффект угарного газа. Появится слабость, появится недомогание. Может потерять сознание, может это наступить внезапно. Запрещенную к производству и продаже продукцию не запрещено покупать. Поэтому специалисты Роспотребнадзора призывают проявлять бдительность самим потребителям, внимательно изучать состав автохимии и по возможности использовать ту, что не содержит опасного яда. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.